Всем привет! Ну что, начнем этот урок, посвященный трафик-стопу, и, собственно, в нем мы будем говорить о нем и о задержании по статье 17.7. Начнем, собственно, с самого трафик-стопа. Трафик-стоп — это остановка автомобиля с целью проверки документов. Остановка автомобиля проводится по следующим причинам. Первая причина того, что, соответственно, человек, сидящий за рулем автомобиля, движется по дороге и нарушает дорожный кодекс. Вы имеете право, собственно, начать его остановку. Также на автомобиле, возможно, есть выписан ордер, либо есть ориентир на то, что, собственно, такие автомобили производят противоправные действия на дорогах нашего штата. Также, возможно, автомобиль находится в ненадлежащем состоянии и дымится. Собственно, с чего начинается процедура трафик-стопа? Начинается она с того, что вы включаете спецсигналы. Это как звуковые, так и визуальные сигналы стероскопа на крыше вашего автомобиля. Подъезжаете к автомобилю, который вы, собственно, собираетесь остановить на расстоянии, чтобы водитель услышал ваш приказ, который вы, собственно, отдадите в мегафон. В данном случае это просьба гражданина прижаться к обочине, оставить машину и заглушить двигатель. После того, как эта процедура произведена, то есть вы уже спаркуете свой автомобиль таким образом, чтобы он был на половину корпуса к дороге по отношению к автомобилю человека, которого вы остановили. То есть примерно правая фара должна быть на уровне номерных знаков автомобиля. Окей, вы его остановили, он остановился, вы припарковали машину. Что вам следует сделать дальше? Это в рацию дать информацию своим коллегам о том, что вы произвели трафик стоп. То есть, используя рацию, вы докладываете коллегам. Тенкод 1055, зеленый Баффало, темно-зеленый Баффало с госномером BY834WL на Marlod Drive. Соответственно, после того, как вы откинули информацию о том, что производится трафик стоп, что вам следует сделать? Попросить гражданина, если он не заглушил двигатель, все-таки заглушить его. Если он заглушил двигатель, вынуть ключ из замка зажигания, выйти из автомобиля и держать руки на виду так, чтобы вы их видели. Окей, гражданин выполнил ваше требование. Затем вы также выходите из автомобиля, подходите к задней части автомобиля гражданина, оставляете под жировой отпечаток ваши ладони, либо на задней крышке, на заднем бампере, либо на задней фаре стоп-сигнала. Подходите к гражданину, обязательно приставляйтесь. Здравствуйте, меня зовут Рэд Панда, я являюсь офицером ЛССД, и, собственно, я хотел бы увидеть ваши вводительские права. В момент, когда вы приставляетесь, не забывайте обязательно отыгрывать через команду ДУ, что у вас на бронежилете висит ваш значок с таким-то номером, с вашим номером, с номером вашего значка. Соответственно, просите предоставить человеку вам водительское его удостоверение. Добрый день, сэр, но сначала я хотел бы взглянуть на ваше удостоверение. Конечно, в случае необходимости, если человек, соответственно, запрашивает ваше удостоверение, вы обязаны его предоставить. Сейчас я достану удостоверение из заднего кармана своих штанов, возразиваю это видео, покажу гражданину напротив, затем уберу его обратно. Собственно, показываете документы, человек смотрит, и, собственно, вы убираете их обратно. Теперь я бы все-таки хотел увидеть непосредственно ваши водительские права. Да, конечно, сэр, сейчас достану из заднего кармана водительское удостоверение и передам вам. Сейчас я возьму водительское удостоверение гражданина напротив. Собственно, он передает не совсем удостоверение, но по IC он передает вам удостоверение. Вы можете убедиться, что оно у него есть, водительские права, также вы видите имя, фамилию человека, собственно, всю информацию. Дальше вы можете уточнить у него, либо сразу объяснить причину его остановки. Знаете ли вы, почему я вас остановил? Нет, не понимаю. Вы ехали крайне неосторожно, вы подрезали автомобиль, двигались с превышением скорости, периодически пересекая сплошные линии. Я меняю вас в опасном вождении и готов выписать вам штраф. Вы готовы его оплатить? Ну, я надеюсь, у вас есть видеодоказательства, потому что я буду оспаривать это в суде. Да, конечно. У меня есть видеодоказательства, у меня есть нательная бодекамера, которая ведет постоянную запись. Также в машине присутствует видеорегистратор. В случае необходимости в суд я предоставлю все данные. Хорошо. Сейчас тогда я достану блокнот и начну выписывать вам штраф. Это все очень просто. Для начала вы заходите, нажимаете букву У, заходите в сценарий и достаете блокнот, дабы произвести анимацию и выписывание штрафа. Дальше нажимаете на человека, работа и, собственно, штраф. Дальше вылетает окошечко, в него вписываете статью и, собственно, размер штрафа. И нажимаете подтвердить. Вы можете столкнуться с такой ситуацией, что у гражданина, которому вы хотите выписать штраф, нет с собой денег. У вас, в принципе, есть два варианта. Вы, соответственно, можете предложить гражданину проследовать с вами в банк, где вы после выпишите ему штраф, и он его оплатит. Если же человек говорит, что у него абсолютно нет денег, и он не готов оплатить штраф, то вы, соответственно, обвиняете его в статье 17.7 ГК «Отказ от уплаты штрафа». Что вам следует сделать? Вы просите гражданина, ну, либо не просите. В зависимости от того, какого полицейского отыгрывать, обычно я прошу тогда человека повернуться спиной ко мне, снимаю наручник с тактического пояса, заламываю ему руки и веду за собой. В данном случае, сейчас я сниму наручник с тактического пояса, одену на человека напротив наручники, затем заламываю руки и поведу за собой. После чего введете его к автомобилю, доводите до автомобиля, где открываете, сейчас я открою дверь автомобиля, помогу человеку сесть в автомобиль, затем присягнуем ремнем безопасности и закрою дверь автомобиля. Для того, чтобы это сделать, нажимаете «Г», кнопочку «Работа» и запихнуть в машину. Человек попадает в эту, собственно, в саму машину. Вы садитесь, соответственно, обратно в автомобиль и проследуете его с ПД. Во время того, как вы едете, вы еще раз говорите ему, собственно, в чем вы его обвиняете, в том, что он, соответственно, отказывается платить штраф в статье 17.7 Уголовного кодекса, засчитываете ему Миранду, и приезжая в департамент, вы, собственно, проводите все процессуальные действия, связанные с арестом данного гражданина. Продолжение следует...